Всем привет! В общем насмотрелся я тут роликов в интернетах, и думаю, почему-то все снимают только гайды, как стать профи в фортнайт или как занять топ-1. Но никто не делает ролики о том, как превратиться в нуба. Ведь сами подумайте, скучно играть на паблике, когда ты делаешь от 10 килов за матч, а победы просто становятся рутиной, при этом всякие челленджи проблему не исправляют. Поэтому я поделюсь с вами фишками, которые превратят вашу игру в нереальный хардкор. Первое с чего я начну, это пинг. Ни в коем случае не запускайте игру, если задержка меньше сотни миллисекунд. Желательно иметь пинг 150 и выше. Для таких цифр мне ничего делать не надо, у меня такой пинг по дефолту. А вот вы можете использовать VPN, правда у него есть недостаток. Каждая игра станет запускаться с первого раза, и вам не придется лицезреть эту прекрасную надпись, которая будет вам портить настроение еще до начала матча. А ведь горящий пердак это важная составляющая хардкорного геймплея. Ах да, чуть не забыл. Хочется отдельно поблагодарить эпиков за то, что добавляет новые режимы без возможности самостоятельно выбирать соло, дуа или сквады. Ведь я так люблю играть в сквады с рандомными бабохами. И сейчас объясню почему. Только так можно найти тиммейтов, которые будут всячески усложнять вам игру. Вот пример. Я имею несколько хп и мне срочно нужно захилиться. Но мой тиммейт так не думает. И забирает бинты себе. Кстати тех бинтов ему мало. Поэтому почему бы не забрать себе еще и другие хилки, которые находятся на крыше. Ко всему этому, большинство ваших тиммейтов будут умирать в первую минуту матча. А это еще один жирный плюс. Помимо пинга и прекрасной команды, стоит приобрести калькулятор вместо компьютера, который будет обеспечивать вам фризы на протяжении матча. И не раз подводить вас в ответственных моментах. Это все базовые вещи, которых уже достаточно, чтобы добиться такого уровня игры, как у кефира. Дело осталось за малым. Это рассказать детали. И первой такой деталью является врожденная рукожопия, которая позволит вам аимить так же криво, как это делаю я. Если вы не обладаете такой особенностью с рождения, то не волнуйтесь. После нескольких матчей с такими тиммейтами, пингом и фризами, ваши руки сами начнут дрожать от нервов, что несомненно отразится на ими. И возможно, у вас даже получится дрожать прицелом во время стрельбы, словно у вас случился припадок. Также, неотъемлемой частью игры является строительство. А это еще одна составляющая Fortnite, которая дает возможность жестко косячить. Тут я советую прислушиваться к советам мамкиных файв скиллов, которые говорят, что застраиваться от выстрелов, использовать редактирование или возводить коробки, для того чтобы захилить с этой зашквар. Их словам нужно верить, ведь они точно не лицемерят. Кстати, раз уж мы заговорили о рукожопии во имя, то не стоит забывать о рукожопии при строительстве. Его можно проявлять по-разному, например, застроить себе ебалы во время ответственного билд-файта, или скатываясь с горы, прокатиться мимо поставленной лестницы, и снести себе минус 30 хп на ровном месте. Но вершиной мастерства, я все же считаю талант. Топаливать себе ебалы из RPG, или находить в начале матча только серые пистолеты-бинты, ни разу не найдя дробовик перед первым файтом. Фишки, которые я озвучил, помогут вам забыть о такой вещи, как топ-1. А если по какой-то страшной случайности, вы доживете до финального файта с последним игроком, то обязательно начните волноваться, будто вы сражаетесь против Госта Эйдена или Тфуи, за миллион долларов в финале с Кермиша. Если после просмотра этого ролика, у вас появилось непреодолимое желание, писать стримерам советы о том, как правильно играть, или вам вдруг очень захотелось зайти в группу Вэка, и плакаться там, попутно печатая оскорбления в сторону Epic Games, то поздравляю, вы с легкостью освоили все мои советы, и вас можно считать истинным нубом. Всем спасибо, все свободны. Субтитры подогнал «Симон»